Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение книги Седора Лам, с переводом и комментарием моего учителя, доктора Хайма Гуденхаймера. И мы сегодня заканчиваем вступление в эту книгу, в котором мы объясним с вами, давайте с вами поговорим о методе, который пользуется Робиоси. В любительности, это не метод Робиоси, это метод всех, абсолютно всех мудрецов Талмуда. Такое впечатление, что это правило, это аксиома, краеугольная аксиома всей Талмудической школы, основываясь на той информации, которая до нас дошла. Аксиома называется аксиома определенности или аксиома четкой определенности. Дело в том, что логика, она является теорией слова точно так же, как она является теорией мыслей. И аксиома определенности, как библейский текст имеет четко определенное значение. Все в конечном счете выходит из этого. То есть любая интерпретация, которая дается библейскому тексту, должна иметь или в легальном смысле, если это аллахическая часть в Талмуде, или же в данном случае хронологическая часть, если имеется в виду Седер-Лам, должна иметь четкое легальное, четкое хронологическое, или четкое какое-либо другое значение. Четкое. В самом Седер-Ламе, давайте сделаем скриншеринг, Раби Йоси озвучивает эту аксиому следующим образом. Он говорит так. Ома Раби Йоси. Это в самом начале Седер-Лама. Сказал Раби Йоси. Это наш Раби Йоси Бен Халавта. Дальше идет текст, к которому мы скоро придем в следующих лекциях. Но вот само правило звучит здесь. Алло, лоба! Ведь не пришла, имеется в виду строчка Торы, чтобы скрыть, а чтобы объяснить. То есть понятие, что вот мы прочитали Тору, и теперь мы знаем меньше, чем мы знали до этого, оно отрицается. Каждая строчка, каждое слово должно иметь четкое, определенное значение. Тот, кто признает это правило, точнее, мудрецы Талмуда, должны свои мнения в интерпретации и говорить в соответствии с этим правилом. Если человек отрицает это правило, он должен изобрести свой собственный язык, как он будет переводить Тору. Еще раз говорю, это правило в Талмуде не допускается. Есть десятков тысяч талмудических мудрецов, только один бросает тень на это правило, и из-за этого его выгоняют из Мешива. Поговорим об этом в конце. А сейчас давайте немножечко рассмотрим несколько примеров этого правила. Ну, допустим, начнем с, наверное, самого простого примера. Начнем с самый простой, самый наглядный и при этом самый сложный. В Торе в Шмот написано, что один человек, назовем его человек, Вася, Вася у Пети просит корову на ней поработать. И Петь ему дает ее. Как в Торе написано, когда попросил один человек у своего близкого, имеется в виду корову, быка или осла, на котором там надо работать, и он повредил себя, сломал, может быть, что-то там сломалось у этого быка, или умер он. И хозяин этого быка, то есть, назовем его опять Вася, Васеньки не было рядом с Буренкой, и тогда должен будет Петя, который взял этого быка у Васи, должен будет полную цену заплатить. Однако, Однако, если Вася был там, но с ним, дословно, не должен тогда Петя ему ничего платить. Есть такие комментаторы, которые говорят, что вот он стоял, смотрел, что Петя, Вася стоял, смотрел, что Петя корову не перегрузил, не девался над ней, и сама умерла. Раз он сам это видел, тогда Пете не нужно ему ничего и платить. Алмуд дает другую интерпретацию. Мишна, Масехет, Баб Миция, это говорит так, тот, кто попросил корову своего друга, и попросил друга тоже, чтобы он на него поработал, то есть, вместе он попросил, дай мне свою корову, пожалуйста, поработать, и сам тоже я хотел бы, чтобы ты на меня, мне помог поработать. Там в какой-то даже другой работе, не обязательно с коровой, это в другом. Или же он заплатил деньги за хозяина, он сказал, я тебе заплачу за твою работу. Или же другой вариант, сначала попросил хозяина, поработай корову, поработай на меня, пожалуйста, помоги мне там. Тот сказал, окей. А потом он сказал, знаешь что, мне ищет твою корову тоже надо. То есть, неважно одновременно он взял корову и хозяина, или сначала хозяина, потом корову, если что-то случилось с коровой, он не платит. Потому что написано, хозяин с ним платить недолго. В данном случае, в данном случае, Мишна интерпретирует нашу строчку, хозяин с ним, когда он берет корову, хозяин уже с ним. Он взял хозяина и корову вместе. То есть, интерпретация не на момент смерти, не на место смерти, а на момент, когда он ее у него просит. Когда он просит корову, хозяин с ним. Он его тоже попросил, приди поработай на меня. Или же, если он вначале взял хозяина, потом он взял корову, когда он берет корову, опять хозяин уже с ним. Если что-то случилось с коровой, был там ее хозяин, видел, Вася эту корову умершую не увидел, тогда не платит. Поменяем случай. Он взял сначала корову, потом пришел через час и говорит, Петя, я бы хотел, чтобы ты мне тоже помог, мне надо мешки потаскать. А я буду пахать на корове. Корова умерла. Петя должен заплатить Васе полную сумму. Потому что, когда он брал корову, Вася не был с ним. Васю он не попросил тогда работать или не нанял его на себя работать. То есть, талмуд интерпретирует, с ним или не с ним, в зависимости от чего, ответственность платить или освобождение от этой ответственности идет к человеку, она идет в нам определение, определяется моментом, когда одалживается эта корова. Был ли с ней вместе хозяин приглашен работать на какую-то из работу этого человека, который просит, или же не был. Это четкое определение. В противовесом могло быть определение, что, ну вот, хозяин был, там пришел поздравить Вася, пришел поздравить Петю с днем рождения, а в этот момент корова обрадовалась и случайно умерла. Вот Вася же был с ним, корова умерла, платить не должен. Скажите, а если Вася был за 20 метров от этого, а если Вася был с ним до этого, а если Вася издали помахал, что значит с ним? Ну, тут возникает серый вопрос, зоны, как близко он должен находиться, возникает, в какой период времени он должен находиться, весь период времени, только когда она умирала, или до этого он там был. Таких интерпретаций Талмуд не принимает, потому что они не определяют четкую легальную ответственность. Это первое проявление этого правила. Второе проявление этого правила, давайте посмотрим в книгу Ваикра. Ваикра. Говорится о женщине. Был у меня один учитель, который любые свои объяснения в Торе он всегда начинал. Ну, возьмем, к примеру, женщину. Как-то так у него получалось, что героем всех его примеров всегда была женщина. Ну, вот здесь тоже так же говорится, что есть женщина, судя по всему, нездоровая, потому что у нее есть, из ее репродуктивных органов выделяется кровь в длительное время, в неправильный период, в период, когда у нее не должно быть крови на выделение. И ее обычный период. А это что-то явно показатель какой-то проблемы имениться. Поэтому к ней строже отношение. Если это один день, то она после этого должна держать один день чисто. Если у нее второй день, то так же это наблюдается кровь, она должна еще один, опять экстра, чистый день держать. Называется на иврите шомерать йом к негет йом. Она держит один чистый день за один нечистый день. При этом Тора дальше говорит другую ситуацию. «Баиша киязув зоб дамах ямим рабим». Женщину, которой будет истесение крови много дней дословно. Ямим рабим. Нас интересует вот эта фраза. Что это означает? Что это означает ямим рабим? Давайте поговорим об этом. Здесь нам необходимо обратить внимание на некое мудическое правило. Мудическое правило назовем его 1-2-3. Дело в том, что в Торе часто говорится о неких итильных, точнее об их отчетствии. Как в данном случае ямим рабим много дней. Сколько много дней? Десять дней? Двенадцать дней? Восемь дней? Видите, не определив этого термина, программу жизни для еврея сделать невозможно. Поэтому определение должно быть четкое. Ключевое слово. Четкое. Вот возьмем, представьте себе случай. Я сказал своему подручному Василию Алибабаевичу, он принес мне вилки. Вася, принеси мне вилки. Ну, Вася, сколько вилки я ему не сказал. Ну, Вася был умным человеком, он сказал, так, Барух мне сказал вилки. Вот у меня числовой ряд. Один, два, три, четыре, пять и так далее до бесконечности. Точно не один, потому что Барух мне сказал вилки, что у меня остается. Остается числовой ряд два, три, четыре и так далее. этот числовой ряд имеет четкое начало, определенное начало. Он не имеет конца. И он имеет все, что, как говорится, внутри, между определенным началом и неопределенным концом. Сколько надо Васе принести мне вилок? Вася, будучи серьезным талмудистом, понимает, что из всего этого числового ряда он может выбрать только то, что четко определено, а четко определено только начало. Поэтому Вася принесет мне две вилки, я не буду иметь права ему ничего сказать. И это в Масахи Цука, в Масахи Трошина, как правило, говорится так, тафаста миута, тафаста мирубалла, тафаста, тафаста миута, тафаста. Что означает? Ты взял побольше, нет никакой гарантии, что ты это удержишь. А у тебя это могут отнять, потому что ты мог, что ты брал. Но если ты взял по минимуму, ты точно это удержишь. Максимум, что будет тебе добавить, если еще что-то нужно. Но то, что ты взял, ты взял. Вот это вот правило выражается здесь. В нашем случае поэтому везде в толпу интерпретации любого множественного без определенного числителя всегда берется минимум, да, на случай 2. Теперь, что касается другой, нашей строчки. В нашей строчке говорится Ямим Рабим. Опять, берем числовой ряд. поскольку написано Ямим, цифра 1 исключается, поскольку написано Рабим, значит, больше, чем чтобы просто при Ямим было. Ямим Рабим, значит, исключается 2 тоже. Слово Рабим идет, чтобы показать, что это не просто Ямим, которое дало бы нам отрезок от 2 и дальше, А Ямим слово Рабим больше показывает нам, что это что-то большее, чем это. То есть, в данном случае 2 исключается и получается отрезок от 3 и дальше. Поэтому Ямим Рабим убирает первые 2 цифры и остается 3 и дальше. У этого числового ряда есть определенное начало и неопределенный конец и все, что между ним тоже серая зона неопределенная. Поэтому интерпретация, которую дает еврейская традиция слову Ямим Рабим 3 дня и если мы с вами посмотрим 3 дня имеется в виду и больше если мы с вами посмотрим текст вот Ямим Рабим посмотрите на самого традиционного комментатора Раши Ямим Рабим Шлаша Ямим 3 дня сифра вот откуда это получается. Теперь каждый раз когда вы будете видеть подобные выводы из текста я надеюсь у вас это не вызовет никакой трудности в понимании. Окей. Вот это вот все является проявлением признака определенности. А теперь давайте немножко поговорим об том единственном случае в двух Талмудах в Талмудах когда кто-то бросил тень на этот принцип определенности то есть закон или точнее каждое слово второе имеет четкое значение определенное значение. Обсуждается случай то есть допустим курять печень гнездо и так далее у этого человека там птички ну вот пусть здесь будет это гнездо в гнезде какие-то птички орлята учится летать не возьми проблем так вот говорит Мишна Мишна это Масахет Бао Батра Масахет Бао Батра Мишна говорит на 27 странице точнее 23 странице Амудбет она говорит такое правило что вот 50 Амуд от этого гнезда если мы находим какого-то птенца сам он летать не умеет а то улетел давно бы если мы находим какую-то какую-то птичку в пределах этого этой дистанции этого круга то мы прохожий не имеет права ее брать потому что она принадлежит хозяину этого гнезда но если она находится за пределами этого круга то тогда прохожий может ее брать приходит раби Ирме и говорит представьте себе вот такая вот птичка вот так вот ее села вот ее одна ножка так другая ножка так вылышка так вылышка так голова вот здесь было бы конечно же весело если бы это был бы российский двухглавый орел поэтому тогда раби Ирме мог вообще сказать одна голова здесь другая голова здесь вот он лежит ровно посередине говорит раби Ирме в таком случае какой закон написано за такой вопрос раби Ирме выгнали из Ешивы из Бэтмидраш есть такие комментаторы которые говорят ну вот он каверзный вопрос задает мозги крутит там и так далее парит то сафот говорит но извините не в этом дело дело намного намного глубже вот эту четкую границу которую создали мудрецы закон легальной интерпретации должен иметь абсолютно четкие параметры раби Ирме решил сделать вот какой-то вот такой вот серый тон который так он не четко определен то есть ведь сказано же все что внутри круга принадлежит этому значит по этому определению все что даже слегка вне круга уже будет не относиться к этому гнезду приходит раби Ирме и говорит вот давайте вот если вот она половину здесь половину там как тогда мы будем разбираться то есть он пытается сказать это подводное течение его вопроса он пытается сказать что может быть вот это вот четкое определение которое мудрецы дают что вот размер вот это четкий 50 может быть он не такой четкий давайте сделаем его вот такой вот серой зоной и давайте пообсуждаем а вот здесь какой закон будет и так далее вроде 50 на 50 за это его изгнали из ешива потому что дурые размеры которые дают мудрецы имеют четкое определение пиква в которой есть 40 сэа можно макнуться пол капельки меньше нельзя макнуться в такой и определять а вот есть четверть капельки и так далее то есть он пытается четкие границы делать расплывчатыми и сделать как раз полосу нейтральную про которую ей было все равно какие там цветы так вот здесь как раз вот это единственный случай и неудивительно что авторами из ешивы за это выгнали теперь дорогие друзья когда мы будем читать с вами сэдору лам начиная со следующей лекции мы всегда должны будем ловить себя на ключевом слове что из данной хронологии из того что у нас имеется в хронологической информации что четко определено какие точки в этой хронологической линии четко определены и именно с этими точками четко определяемыми точками будут связаны события в принципе в хронологии не имеют пожалуйста запомните это правило мы будем постоянно с ним встречаться вот все что я сегодня хотел вам сказать большущее спасибо надеюсь это не было запутано и сумбурно в любом случае наверное дальше будет легче хотя еще раз предупреждаю все что связано с научными точнее с любыми исследованиями изучениями которыми занимался доктор Гуденхаймер не является популярно развлекательной информацией все что будет сказано даже если оно имеет шуточный вид оно сказано для думающих серьезных людей поэми бесспорно являются подавляющее большинство людей интересующихся форой нашей русскоязычной большое спасибо всем за внимание и всего хорошего до новых встреч в эфире субтитры